Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, правильно ли лечать бабушку общение с внуком. При условии, если бабушка ведет себя довольно агрессивно. Сначала она, значит, ссорилась и ругалась своим сыном, супругом, автором вопроса. Потом она поругалась, собственно говоря, и с автором вопроса, вот, оскорбляя ее и обвиняя. Началось все после того, как, значит, автор вопроса и ее муж попросили бабушку не навязывать свое мнение в вопросе воспитания ребенка. Вот, сейчас они почти не видятся. Надо сказать, что бабушка по словам автора вопроса выгнала их из дома, вот, на мороз. Вот, сейчас продолжает обвинять автора вопроса в том, что ее сын, сын имеется ввиду свекрови, супруг автора вопроса, такой, какой не уточняется, но такой, из-за нее. Вот, и, соответственно, этот вопрос спрашивают, вот, насколько правильно лишать внука бабушки в этой ситуации. Что здесь хочется сказать? Ну, во-первых, давайте подумаем, как это будет выглядеть. Да? Ну, то есть, вот, предположим, что вы все-таки решаете, значит, позволить, да, бабушка общаться со внуком. Хорошо. Как это будет выглядеть для вас, для вашего мужа, вот, как это будет выглядеть? Вот, об этом я бы рекомендовал бы вам подумать. То есть, если вы видите сейчас некую адекватную форму для того, чтобы бабушка общалась с внуком, то, пожалуйста. Но, на мой взгляд, формы адекватные вы не видите. Потому что у бабушки есть своя модель поведения, у бабушки есть своя точка зрения, у бабушки есть, ну, вот, скажем так, Своя, ну, позиция, да, своя точка зрения какая-то, вот. И, ну, как-то, соответственно, она ее менять не собирается. Ну, понимаете, 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 да, она ее не собирается менять. И, логичный вопрос, ну, в этом, как, как вы видите это общение? Как вы видите это взаимодействие? Видите ли вы его вообще? Потому что, если нет, то особого смысла контактировать, на мой взгляд, нет. И потом, что значит для внука терять бабушку? То есть мы здесь говорим о семейных отношениях. Мы здесь говорим о том, что маленький человек получает, получает, ну, какую-то заботу в себе. Хорошие отношения, спокойствие, заботу, ласку, тепло, защищенность. Можете ли вы сказать о том, что бабушка способна ребенку, ну, вашему ребенку, наверное, сейчас это дать? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, она это не способна. И, на мой взгляд, вы это знаете. Но есть какие-то обстоятельства в данном случае, которые как бы блокируют для вас это понимание. Вот. Что, на мой взгляд, не является чем-то позитивным. Вот. Я бы сказал, возможно, я бы сказал, что серьезной проблемой является ваше, может быть, какое-то, с одной стороны, чувство вины перед бабушкой. С другой стороны, некая склонность такая вот всех жилить. Ну, вот, по крайней мере, по крайней мере, вы говорите о том, что он пытается помирить с сыном и его матери. Вот. Хотя отношения, это их отношения. Да, как бы. И они свои отношения выстраивают, ну, так, как умеют. Вот. Не идеально, но так, как умеют. Вот. Вот. То есть, вот, на мой взгляд, здесь есть вот такой нюанс, да, что вы пытаетесь, ну, в этом смысле, для всех быть, эм, хорошей, что ли. Вот. Эм, но это невозможно. Вот. И, эм, вам важно увидеть, с какого чувства. Эм, вы хотите, эм, сохранить, э, бабочку для внука и руководствоваться здесь не своим чувством, наверное, а тем, кто будет лучше для ребенка. Вот. И руководствоваться вашим отношением к тому, как ведет себя бабушка. У Кабуре, повторюсь, есть, эм, ну, достаточно щелккая модель поведения. И менять она, эту модель поведения не собирается. Вот. То есть, этот аспект очень важен, чтобы вы перестали, может быть, эм, в какой-то степени ожидать, чтобы вы перестали, может быть, эм, в какой-то степени ожидать. Ошибает, что бабушка изменится. Ага. И ожидать, что она будет идти сюда по-другому. И спросить себя. Да. А если я, например, э, сейчас, э, признаю, что, э, бабушка будет вести себя вот так, как она себя ведет, каковы мои действия тогда, каковы мои действия в, в таком случае. Вот. Это очень важный момент. То есть, опталкивайтесь, старайтесь опталкиваться от реальных, эм, обстоятельств, от реальных фактов, а не от того, например, что, эм, ну, чего бы вам хотелось и как бы вам хотелось видеть ситуацию в целом. Вот. А то получается довольно странная, я бы сказал, эм, ситуация, когда, эм, бабочка, ну, человек, здоровый, адекватный, взрослый человек ведет себя по отношению к вам. Эм, э, э, несколько, несколько одним образом, а вы ведете себя по отношению к нему другим образом. И это правильно. Если бы, э, э, мы говорили столько о вас и не было бы в уравнении ребенка, то все было бы более чем в порядке, в порядке. Все было бы более чем хорошо, потому что вы действительно имеете право, ну, вот, эм, вести себя по отношению к эм, человеку, так как вы хотите. Вот. Вот. Но, ребенок здесь сам себя, сам себя ребенок защитить, как вы понимаете, не может. И ограниться от определенного воздействия, от определенного влияния, если угодно, на себя. Он, к сожалению, не может тоже. И вот здесь, девочки, вот здесь, в дело вступаете вы. И это абсолютно нормально. Понимаете? Вот. То, что я хотел вам, пожалуй, сказать. Еще было бы неплохо, если бы вы сформулировали для себя момент, связанный с тем, что такого, по-вашему мнению, может потерять Ваш ребенок не общаясь с бабочкой, что такого, по вашему мнению, он может потерять. Вот мне тоже хотелось бы понять этот момент, чтобы вы его поняли, может быть, лучше для себя сами, но чтобы ваш муж, может быть, понял для себя этот момент лучше сам и так далее. То есть, что, что такого потеряет ребенок, что такого вы не можете, грубо говоря, дать своему ребенку, что может дать только бабочка. Вот, это очень интересный вопрос. Но вы же не настолько, я надеюсь, себя обесцениваете, что бабочка в этом смысле вот незаменима. Она заменима, как и вот все люди, в принципе. Мне кажется, что вам здесь быть может несколько поуверенней в себе быть и это решило бы многие проблемы. вам бы позволить себе внутренне как-то, ну, отказываться, может быть, от того, что для вас неприемлемо. Это было бы весьма полезно, как мне кажется, и помогло бы вам лучше выстраивать личные границы. Вот я бы сказал, вот я бы вам, пожалуй, на текущий момент готов дать такой ответ с точки зрения психологии, психологии и с точки зрения психотерапии. Я надеюсь, что вам это будет полезно. Вот. Конечно, здесь есть ряд нюансов. Ну, например, какие это нюансы? Давайте посмотрим. Вы пишете, что жили вместе, когда я была в положении. У мужа с мамой не так гладко, да, почему я пытался их помирить? Мы стали просить не навязывать её своё мнение, вот кто мы. Да? Вот она обижалась, оскорбляла. Идриса мы встречались. Зачем? Вам было её жаль. Почему? То есть как бы жало здесь не лучшее чувство. Я бы с ним несколько поработал бы. Так, значит, она оскорбляла меня, говорила, что я в основном виноват, что я плохая. Вот. На данный момент мы не видим тебя почти полгода. Так? Вот. Она упрекает нас о том, что мы не даём ей внук. И что вы чувствуете? Вину? Вот здесь. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.